Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу вам подать идею к новогоднему столу или любому другому праздничному. Это вариант закуски, который можно приготовить с любой начинкой, здесь уже полет вашей фантазии. Я сейчас покажу тот вариант, который я готовила просто для себя, для дома на данный момент покушать, не на праздник. Можно приготовить похожее на праздник, можно абсолютно другое. Самое важное, что нам понадобится, здесь два плавленых сырка. Обычных, самых простых я брала со сливочным вкусом. Можно взять там какие-то и зеленушкой, но это не принципиально, лучше уже сам рулетик будет присыпать вокруг чем-то вкусненьким. Беру этих два плавленых сырка и отправляю в пакет. Затем нам нужно будет отправить в микроволновку по 15 секунд на каждой стороне. Всего 30 секунд. Сырки стали чуть-чуть тепленькими и уже податливые. Я их немножечко распределила, вы видели, пальцами и начинаю раскатывать. Раскатываю довольно тонко. Должен получиться пласт, из которого будет реально свернуть рулет. В зависимости, конечно, от вашей начинки, но все же. Он где-то такой больше 20 на 20 должен получиться. Вот такой вот тонюсенький. И затем укладываем его на что-то ровное и отправляем в холодильник минимум на полчаса, чтобы сыр обратно схватился. Здесь у меня уже чуть-чуть тонковато, но пока еще сыр податливый, здесь можно вот так заклеить, где у меня разошлось. Все, отправляю в холодильник. Тем временем можно приготовить за эти полчаса любую абсолютно начинку. У меня в этот раз здесь перетертые на крупной терке сваренные вкрутые яйца. Добавить сюда решила немножечко горчицы в зернах, просто для такой интересной нотки. Буквально тут у меня чайная ложка с горкой, с хорошей такой. Все это перемешаю, чтобы это было равномерно. Также возьму авокадо, крабовые палочки, я их разверну, чтобы они были там тоненько. Вот, и уже по ходу сворачивания рулета решила добавить немножечко полезности и добавила туда шпинат, о чем потом пожалела. Дальше покажу почему. После того, как наш сыр полежал в холодильнике полчаса, нужно с одной стороны снять с него пакет. Я его просто разрезаю и вот так вот растягиваю. Пакет прекрасно разрывается. Получается, что сыр у нас лежит на одной стороне пакета. И все, начинаем распределять начинку. Я разворачиваю вот так вот крабовые палочки и укладываю их по рулету. Лучше не доходить их где-то по полтора-два сантиметра с обоих сторон до края рулета. Укладывать. Там, где вы будете начинать, сворачивать и заканчивать. Затем у меня здесь пойдет яйцо. Очень круто этот рулет получается с жареными грибами. Но грибы тогда нужно резать довольно тонко, чтобы они потом хорошо у вас сворачивались. С лучком вот такие вот. Очень вкусно. И затем вот такой вот чистилкой. Тоненькими слайсиками режу авокадо. И раскладываю его так же. Можно сюда использовать и какую-нибудь рыбку соленую. Тоже ее очень тонко резать. Зеленью тоже с яйцом будет мега вкусно. В общем, здесь полет для фантазии. И я думаю, такой рулетик можно сделать как минимум в 20 вариациях. Так, как вам нравится. И я вот, о чем я говорила, решила взять шпинат. Я его ложила вот так вот, не используя сердцевинку. Та, которая жесткая, которая будет плохо сворачиваться. Но все равно шпинат свежий и воздушный. Его нужно было то ли приморозить, то ли приварить, чтобы он не был такой воздушный. Он потянет в серединке. У меня большое количество пространства на себя. И поэтому рулет будет не такой плотный. Но все же, вы видите, я начинаю сворачивать. Помогаю себе. У меня вот такой вот бамбуковый коврик. Либо можно положить на полотенце наш рулетик. Либо он даже и так, в принципе, сворачивается. Просто так ровнее получается, когда ковриком. И сразу же открепляю пакет, вы видите, от него. Все, получается у нас вот такой красивый рулет, который нужно отправить в холодильник. Хотя бы на пару часов, чтобы он хорошо скрепился. И затем, в этот раз, я его решила посыпать кунжутом. Прекрасно к нему пристанет мелко порубленная зелень. Но обсыпать его чем-нибудь все же нужно, чтобы он не был таким липким. Потому что все-таки это плавленый сырок, и, как вы знаете, он немножечко липковат. И чтобы он не брался нигде к рукам, его было удобно резать. Лучше его чем-то вокруг обсыпать. Но опять же, здесь хоть зелень, хоть лучок, хоть укроп, хоть петрушка, хоть вот так вот кунжут. Вы можете присыпать, чем вам нравится. Вот такой вот красивенный рулетик получился. Кунжут у меня здесь жареный. И можно уже нарезать порционно. Хоть наискосок, хоть вот так вот ровненько. Посмотрите, вот мой рулет. И о чем я говорила, немножечко воздух внутри, там где шпинат у меня. Если туда положить более мягкую начинку, которая не такая вот хрустящая, свежая, то рулетик будет плотнее и резаться удобнее, и держится лучше. Вот такой вот очень вкусный и в то же время очень простой праздничный рулет у вас может получиться. С любой абсолютно начинкой. Обязательно попробуйте с тем, чем вам нравится. С вами, как всегда, был Кекс. И не забывайте поставить пальчик вверх. Пока-пока.